Легкоатлетке международного класса Юлии Рыженковой предстоит защищать честь Белгородчины на всероссийских состязаниях. Только в этот раз не спортивных, а среди учителей. Аскольчанка победила в конкурсе профмастерства педагогов добообразования «Сердце отдает детям». Своё сердце 34-летняя Юлия дарит воспитанникам уже 16 лет. В небольшой школе номер 7 в Ямской Слободе физруки сразу два известных легкоатлета Сергей и Юлия Рыженковы. Юлия – мастер спорта международного класса, лидер сложнейших гонок и марафонов, победитель престижнейших состязаний. А на днях пришла новость, что именитая спортсменка стала ещё и лучшей на Белгородчине среди педагогов добообразования. Работать с детьми Юлия начала, когда сама только вышла из подросткового возраста. Педагогический стаж – 16 лет. Помимо седьмой школы трудится в Центре туризма. Я воспитанница Центра туризма нашего Староскольского. То есть сама была ребёнком, которая ходила в походы, участвовала в соревнованиях. И вот спустя много лет я пришла туда работать. У меня первая работа – это я работала тренером в спортшколе молодость. Дети – это постоянно находиться в тонусе, потому что дети, они быстрее нас усваивают. Нужно быть с ними на волне на одной. Юлия признаётся, на конкурс профмастерства «Сердце отдаю детям» попало практически случайно. Думала, дальше лауреата не продвинется. Однако сначала победила на местном уровне, затем на областном. Помогло нестандартное мышление. Нам предложили педагогическую ситуацию, дали несколько минут на обдумывание. И ты должен был сразу сказать результат, как бы ты поступил. Вы приходите на занятия, дети балуются, они шумят, не дают провести занятия, ваши действия. Передо мной выступали четыре участника, которые сказали, нужно успокоить, нужно применить различные методы. И когда дошла очередь до меня, я ожидала, что меня вообще не допустят дальше. Я прошла против всей системы, выступила со своим мнением. Я бы сказала, что я бы пожертвовала темой занятия, то есть не провела бы занятия, разобралась бы с детьми, а потом бы на следующий день я бы эту тему наверстала. Оказалось, такого ответа и ждали судьи. Потом, как выяснилось, жюри конкурса, которая придумывала эту задачу, и в дальнейшем мой наставник, Наталья Викторовна Дыкина, она сказала, что как будто сняла с языка. То есть, когда она составляла это задание, у нее это крутилось в голове. Конкурс оказался подобен марафону. Времени катастрофически не хватало. Ну, это было вообще очень сложно, потому что 2 апреля я бежала в чемпионат России по марафону, и все так совпало, что наложилось. И уехав туда, мне нужно было оттуда сбросить программу. Ну, то есть, это было вот ночами, днями. Снимали вот эти уроки, занятия, тренировки. То есть, это было настолько все, что я, когда закончился областной этап первый, я немножко выдохнула в надежде на то, что я не пройду в очный этап. Наверное, очень устала и надеялась, что все. Потом присылают приказ, очный этап, все допущено. Из 17 участниц Юлия Рыженкова в числе лучших. Мне теперь предстоит выступить, защитить нашу область на всероссийском этапе, который пройдет осенью в Красноярске. Сейчас Юлия и Сергей работают в школьном лагере. В июле тренировочные сборы на Кавказе. Подготовка к конкурсу начнется в августе. Лариса Ульяненко, Евгения Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.